Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тигелим. Сегодня у нас 15-й псалом. Он короткий, и рассказ о нем короткий. Первое, что говорится об этом псаломе в древних книгах, он от многих видов страха помогает. Вообще, когда человеку что-то некомфортно, плохо, когда он что-то боится, читают этот псалом. Написано, что этот псалом читают в минуты скорби, для утешения, успокоения. То есть он как бы дает баланс нашей душе. В этом псаломе, если вы его прочтете, написано изначальное требование к человеку. Создатель избрал человека с целью своего творения. Вот он сделал нас. Он создал мир. Создал для человека этот мир. И поэтому требует, чтобы человек был достойный, что написано, образа и подобия. Как сказано, кто будет жить в шатре твоем, кто будет опитать и так далее. То есть надо вдумываться в этот псалом, и он дает баланс разуму написанному. Есть еще одна вещь, пишут в древних книгах, что этот псалом дает приязнь в глазах других. Если ты хочешь, чтобы понравиться там семье дома еще больше, или на работе, или с какими-то людьми. Читается этот псалом, написано, что он придает, такой притягивает с неба, такой вот, ну, как бы, приязнь такую притягивает. Очень необычно в этом плане. Когда в человека входит такой, ну, знаете, вот, злой дух мы называем, что-то не совсем хорошее, он чувствует это. Написано, что этот псалом уникальный по своим возможностям. Надо взять, написано в книге Тиелим, в Шимуш-Тиелим, взять в новую посуду набрать воды, прочитать три раза на нее этот Тиелим, выпить от него, ну, стакан там сколько выпить, и этой водой помыть себе лицо, помыться, и с молитвой обратиться к Богу, что, пожалуйста, сделай так, чтобы этот злой дух с меня вышел. Вот, написано в древних книгах, что это очень сильно работает. Есть еще совсем такой интересный к этому псалому рассказ о том, что он помогает для того, кто потерял ключи, он читается, и он освежает память. Вообще, еще раз, главное все-таки, что есть, это преодоление страха и предание приязни. Поэтому, если хочется, работайте над этим псалмом. Браха вы от слаха, чтобы всем быть приятны в глазах людей.